Как и обещали, аиста капуста в прямом эфире. Сегодня понедельник, 5 апреля, 12 часов дня. Ждем, когда подключатся наши первые подписчики. Буквально минуточку посвящу тому, как мы будем проводить наш сегодняшний эфир. Собственно, мы будем его проводить как обычно. Сначала предоставим слово нашему спикеру, ответим на те вопросы, которые были заданы под постом, анонсирующим наш прямой эфир. Потом обязательно обратимся к тем вопросам, которые вы будете задавать в ходе нашего сегодняшнего прямого эфира. Эфир будет очень интересный, потому что у нас сегодня замечательный спикер Яна Владимировна Карабанович, врач-акушер-гинеколог, заведующий приемным отделением клинического госпиталя МД Групп, кандидат медицинских наук. Здрасте, Яна Владимировна. Добрый день. Пожалуйста, напишите нам, хорошо ли нас слышно, видно. Пошлите нам в чате какие-нибудь цветочки, весна, в конце концов, на дворе. Нам будет приятно. И я готова объявить тему сегодняшнего эфира. Мы сегодня будем обсуждать роды, но не просто роды, а вертикальные роды. Чем они отличаются от горизонтальных, лучше ли они или хуже, можно ли их вообще сравнивать. Ну и вот все такое. Пишите нам, пожалуйста, ваши вопросы. Вот уже пошли цветочки в чатик. Пишите нам, пожалуйста, свои вопросы к акушеру-гинекологу по поводу сегодняшней темы и не только. И мы обязательно к ним вернемся в какой-то момент, отмотаем с самого начала все эти вопросы, будем прям подряд их задавать. Так что уже можно писать свои вопросы. Вот нам пишут, слышно хорошо, шлют цветочки, поэтому мы можем начинать. Яна Владимировна, здравствуйте. Добрый день еще раз. Спасибо, что пригласили сегодня выйти в ваш прямой эфир, поскольку это всегда очень приятно разговаривать и общаться в прямом эфире. Поскольку мы все немножко уже устали от дистанции, тем не менее прямой эфир всегда для нас актуален. Тема сегодняшняя интересна не только для пациентов, не только интересна для тех женщин, которые готовятся стать мамами, но эта тема еще интересна для меня. Объясню почему. Почему? Позже, расширяя свой профессиональный кругозор, общаясь с акушерками, посещая различные семинары, в том числе дольского характера или акушерского характера, у меня появилось четкое понимание того, что женщина может рожать совершенно по-другому. И рожать она может так, как она хочет. И вот этот выбор позы для родов, это тоже достаточно важно. Более того, сейчас мы с женщинами на этапе составления плана народов, плана идеального плана для женщин народов, мы обязательно обсуждаем то, как бы она хотела рожать, в какой позиции. И это достаточно важно. Поэтому сегодняшний эфир, я думаю, что будет многим интересен. Многие, надеюсь, получат какие-то ответы на свои вопросы и поймут для себя, как бы они хотели рожать. Мне кажется, это интересно будет даже тем, кто уже разочек рожал. Конечно, конечно. То, конечно, женщина в родах, она самая главная. И то, как она хочет рожать при отсутствии каких-то медицинских ограничений, противопоказаний, это самое важное. Поскольку, когда женщине комфортно в родах, и роды идут хорошо, и заканчиваются они всегда благополучно, с минимальным количеством каких-то вмешательств и так далее. И когда мама счастлива, малыш здоровый, и вся семья довольна. Выбор позы в родах женщины во многом зависит прежде всего от ее предпочтений. Иногда мы, обсуждая план народа, говорим, что вот вы знаете, что если получится, то мы будем рожать без каких-либо медикаментозных обезболиваний. И когда есть у женщины осознанный выбор рожать, например, без эпидуральной анестезии, быть активной в родах, это очень хорошо. Поэтому горизонтально рожать или вертикально, это осознанный выбор женщины. Я очень рада, что мои коллеги, и я в том числе, мы готовы поддержать женщину в ее желании рожать так, как ей нужно. Ну, давайте поговорим, какие вообще позы в родах могут быть. Мы сейчас говорим о том, что женщина не находится на обезболивании, мы ей не делаем эпидуральную анестезию, но мы поддерживаем ее активное поведение в родах. Ведь именно активное поведение в родах способствует более быстрому течению процесса, способствует более спокойному рождению малыша. Ну, какие позы в родах обычно предлагаю я. Если не брать горизонтальное расположение женщины, горизонтальную позу в родах, то я очень люблю в родах положение женщины полулежа. Да, поскольку не всегда женщина может быть активной весь период родов, а мы знаем, что первый период родов длится 10 часов, 12 часов, да. И я понимаю, что иногда роженица устает. И я сама рожала, и мне самой было, ну, достаточно, достаточно так, ну, непросто в какие-то моменты. Поэтому одна из моих любимых поз – это когда женщина находится не в горизонтальном положении, но она занимает позицию полулежа. Что это значит? Полулежа – это когда женщина находится на кровати, когда точка опоры выше крестца, когда изголовье кровати поднято на 45 градусов, а под головой, спиной и плечами находятся подушки. И в этой позиции женщине очень комфортно и удобно находиться. Между схватками женщина может просто провалиться в такое забытье, в сон, отдохнуть и поспать. Плюс полувертикальное расположение верхней части туловища способствует тому, что малыш под действием своей силы тяжести, он тоже опускается чуть быстрее, чем если бы женщина лежала на спине. Очень мне нравится позиция в родах, причем эта позиция может быть и у тех женщин, у которых в родах бывает эпидуральная анестезия – это на боку. На боку также во время беременности женщина, большую часть беременности лежит на боку. Это поза ей комфортная. Она сворачивается калачиком и очень часто засыпает. Ведь мы же ограничиваем после 20 недели и даем рекомендации женщинам лежать именно на боку. Поэтому поза на боку для женщины более привычна. Непосредственно уже в конце потужного периода, когда малыш уже начинает появляться на свет и начинает врождаться, конечно, в этой позе очень легко принять родом и нам, медперсоналу, и акушерке, поскольку можно просто приподнять верхнюю ножку и спокойно принять малыша. Также есть и даже медицинское показание для ведения родов на боку. Это тогда, когда у женщины были в анамнезе стремительные или быстрые роды. А стремительные и быстрые роды мы понимаем как врачи, что это не всегда хорошо для малыша. Поэтому в этой ситуации повторные роды у женщин мы ведем тоже на боку, что это будет более бережно, более спокойно для ребенка. Ну и, конечно же, непосредственно о той теме, которая вас волнует. Вертикальная рода. Что значит вертикальная? Но это не значит, что женщина стоит, стоит весь процесс родов и как-то рожает. Нет. Это положение, когда женщина находится вертикально. Но здесь бывают разные, достаточно разные позы. Самая распространенная поза – это поза на корточках. И я в литературе встречала такое название, как прыгающая лягушка. Женщина в процессе родов, в процессе, а мы говорим о втором периоде родов, находится на корточках. Причем руки ее упираются на пол, впереди или сзади бедер. И это положение очень, с одной стороны, оно очень замечательное. Почему? Поскольку, во-первых, область малого таза находится в подвешивающем состоянии. Соответственно, малыш под действием своей силы тяжести легче и быстрее опускается. И укорачивается непосредственно сама длина родового канала. Но в этой позе иногда, конечно же, устают руки, затекают ноги. Поэтому модификация этой позы, я считаю, более выигрышной. Является такое же положение женщины на корточках, но когда ее руки опираются о бедра сидящего сзади мужа или партнера. И тогда между схватками, между потугами женщина может облокотиться назад, расслабиться, отдохнуть. А во время непосредственной уже схватки, во время потуги она уже опять испытывает поддержку своего мужа, например. Кроме этих поз, конечно же, сидя на корточках, мы используем такую позу, сидя на стульчике для родов. Несколько лет назад, может быть, лет 15 назад, когда еще стульчик для родов у нас в родильном боксе был каким-то ноу-хау, мы часто, начало второго периода родов, сидели с женщиной на унитазе. С появлением стульчика для родов наша задача упростилась. И стульчик для родов, он также очень помогает. Это низкий по высоте стул, когда женщина на нем сидит, промежность и область малого таза провисает. Малыш также не испытывает никаких дополнительных сопротивлений. И малышу легче рождаться, поскольку при таком полувертикальном расположении женщины давление головки малыша на промежность меньше. И, соответственно, когда женщина рожает вертикально, а мы уже понимаем, что это вертикально, там, например, сидя на стуле, или с упором на руки, или на колени, да, это следующее положение женщины, вертикальное положение женщины в родах, малышу легче рождаться. Мы при вертикальном расположении женщины при рождении ребенка не делаем никаких разрезов, поскольку там нет такого сопротивления тканей промежности на головку малыша, как при горизонтальном расположении, когда при горизонтальном положении у нас намного больше возникает необходимости осуществлять какие-то, там, эпизиотомии или перинеотомии, чем при вертикальном положении. И, конечно, основное, это преимущество всех вертикальных пост в родах является то, что малыш по действиям своей силы тяжести опускается намного быстрее, опускается намного легче, не выключается рефлекторное желание потужиться, а это очень важно, поскольку помимо схватки, помимо действия маточного сокращения, еще нужна и вовлеченность определенная женщина для того, чтобы она тужилась. Поэтому вертикальное расположение – это очень такое достаточно удачное сочетание, но при этом, при этом, конечно, еще мы не забываем об одном, что и акушерка, которая, да, помимо врача на родах присутствует, еще и акушерка. И акушерка должна быть так же готова, как и я, врач, как мы все врачи, мои коллеги, поддержать женщину и провести такие роды вертикально. Вы говорили про стульчик для вертикальных родов. Он напоминает немножко вот сидение от унитаза, да. А еще есть одна позиция, когда на кресле тоже можно родить вертикально. Можно. У нас все кресла, кресла кровати – это трансформеры. Поэтому мы можем поменять положение этого кресла в ту позицию, в которой удобно женщине. Да, она может лежать горизонтально, но при этом мы поднимаем изголовье, и тогда получается вот это положение полулежа, которое тоже очень удобно. Мы можем поднять изголовье максимально вверх вертикально, и тогда женщина будет, да, повернется головой к этому изголовью, будет стоять на коленях, делать убор, соответственно, на краю кровати, и тогда тоже можно будет достаточно легко провести эти вертикальные роды. Поэтому преимуществ здесь больше. Но, конечно же, наверняка, я, может быть, забегаю вперед, наверняка, да, Татьяна Ивановна, вы сейчас будете читать какие-то вопросы, но если у женщины в родах была эпидуральная анестезия, то вопрос активного поведения и выбор позы для вертикальных родов, он исключается. Поскольку эпидуральная анестезия, она исключает двигательную активность ног. И максимум, что мы можем сделать в родах, если женщина рожает на эпидуральной анестезии, то мы можем поменять положение или приподнять головной конец, или, да, полусидя сделать положение, особенно если малыш крупный, чтобы чуть-чуть вот это время того, как малыш проходит по родовым путям уменьшить. Мы можем занять полувертикальное положение, мы можем принять роды на боку, но активное поведение, активные такие позы, как, там, не знаю, сидение на корточках, да, или встать и с упором на колени, да, или на стопчике, это, конечно же, всё уже будет исключено. Тогда исключается. Исключается однозначно. Поэтому женщина, наверное, должна понимать, хочет ли она родить вертикально, или всё-таки с эпидуральной анестезией. Конечно, конечно. Ещё здесь можно сказать, что больше успехов, успехов, наверное, так можно сказать, родить вертикально у тех женщин, которым предстоят повторные роды. Когда период и раскрытия шейки матки, и второй период потужной, он сокращён по времени вдвое или даже втрое. Да, то есть если вам предстоят повторные роды, может быть, не вторые, а может быть, даже третьи или четвёртые, то у вас шансов родить вертикально намного больше. Так, нас смотрит вот 120 человек одновременно. Представляете, тема такая интересующая. Я думала, я не понимаю. Это достаточно, да, одновременно. Тема очень интересующая. У нас есть вопросы в чате по поводу вертикальных родов. Но мы начнём с тех, которые были заданы заранее. Мы под постом анонсирующим прямой эфир спрашивали комментарии наших подписчиков, как они к этому относятся. Ну вот есть такие комментарии. И, как по мне, горизонтальные роды более чем на спине. Так, это не очень мы поняли, что имелось в виду. Ну, вот смотрите, Статина Ивановна, ещё такое маленькое, да. Конечно, женщина-женщина в родах сама выбирает, как и рожать. Конечно, если женщине комфортно, она может и лежать на спине, да. И, конечно, персоналу иногда, да, говорю правду, и удобнее, да, может быть, на каких-то моментах принимать, да, принимать роды горизонтально. Но в других ситуациях женщина, лёжа на спине с разведёнными ногами, в моём понимании, чувствует какую-то уязвимость. Да, вообще женщина в родах достаточно уязвима, да, и во время беременности, особенно в родах. Поэтому не всем женщинам горизонтальное положение подходит, да, поскольку нужно там услышать то, что тебе говорят, да, дышать рефлекторно или дышать так, как мы рекомендуем в родах. Поэтому не всегда, не всем, далеко не всем удаётся, да, собраться в этом положении и, да, вот, участвовать в этом процессе родов. Поэтому всё индивидуально. Но если кому-то действительно нравится, и кто-то уже рожал, и для них это нет проблем, то, пожалуйста, почему нет? Это осознанный выбор каждого. Вот у нас как раз есть комментарии, противоположные, что называется. Одна подписчица пишет, рожала лёжа, хочу в перспективе попробовать вертикальные роды. Огонь. У вас всё получится. А другая подписчица пишет, у меня первые роды были вертикальные, вторые через год горизонтальные, я за вертикальные. Конечно, они намного легче. Есть ещё такой вопрос. Я бы хотела попробовать вертикальные, но мне сказали, что варикоз противопоказания, все три раза рожала лёжа. Нет, нет, это не является противопоказанием вообще. Нет, нет. Как настоять в роддоме на вертикальных родах? Врачи просто повышают голос, и вариантов нет. Ну, вы знаете, что я уже давно не работаю в государственном роддоме. Я работаю в том роддоме, где мы все роды ведём индивидуально. И с нашими пациентами мы очень часто и много, и долго общаемся на приёмах и обсуждаем всё. Поэтому у нас исключён этот фактор. Человеческий фактор у нас исключается. И даже если вы рожаете не с индивидуальной акушеркой, а рожаете с акушеркой и с дежурной бригады, так вот большинство наших акушерок также разделяет нашу точку зрения. И также поддерживают женщину в желании рожать, например, вертикальные. Или даже, не знаю, рожать воду в воде. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос, поскольку мы ведём здесь роды сугубо индивидуальные. Да, хочется посоветовать выбирать тот роддом, где вас, как пациентку, будут слышать. На самом деле, да, есть и, конечно, государственные родильные дома, где тем вертикальных родов поддерживают. Это совершенно точно. Однозначно, я в этом уверена. Я на личном опыте могу сказать, что я рожала в государственном роддоме, и там были вертикальные роды. Так, а есть ли медицинские противопоказания против вертикальных родов? Медицинские противопоказания – это только на проведение в родах эпидуральной анестезии. Мы сегодня говорим о введении родов при головном, то есть нормальном расположении малыша. Да, мы сегодня разбираем только абсолютную норму, абсолютную физиологию. Мы сегодня не будем обсуждать тему введения родов при тазовом предлежении малыша. Хотя я знаю, что в мировой практике есть и вертикальный приём введения тазовых родов. Но в нашей стране это не принято. И вообще мы эту тему сегодня про тазовое предлежение обсуждать не будем. Поэтому на данный момент основное противопоказание для активного поведения при вертикальном расположении женщины в родах будет только наличие эпидуральной анестезии в родах. Тут вот подписчица спрашивает, потуги тоже вертикальны? Конечно. Мы говорим и о схватках, которые можно проводить вертикально в движении, и о самих потугах в данном случае. Первый период родов, схватки, это не вертикальное расположение, это просто активное поведение женщины. То есть женщина в родах может ходить, пританцовывать, петь, находить опору на фитбол, на шведскую стенку, на канат. Как-то быть максимально активной. То есть она делает то, что ей комфортно. Мы говорим именно о вертикальной позе именно для родов, для потужного периода, для второго периода родов. Это второй период, когда шейка матки уже открылась, когда малыш начинает продвигаться по родовым путям, и когда второй период родов заканчивается уже рождением малыша. Вот ещё один вопрос. При родах без индивидуальной акушерки возможно вариант вертикального? Конечно, конечно. Мы сейчас говорим о нашем роддоме, потому что ещё раз напоминаем, что мы ведём здесь роды индивидуально. Еще один интересный вопрос. Добрый день. В контракт все включено. Входит возможность вертикальных родов? Конечно. Вы все обсуждаете со своим врачом. Более того, во всех контрактах входят вертикальные роды. То есть способ разрешения у нас не зависит от его стоимости. То есть это могут быть и вертикальные роды, и горизонтальные роды, и роды в воду. Все это возможно. За это дополнительных денег не берется. Это никакой не особый контракт. Это просто ваше взаимодействие с врачом. Ваша договоренность, как бы вы хотели родить, и ваша медицинская ситуация, которая должна этого позволить, наверное, да? Абсолютно верно. Какую помощь оказывает акушерка в процессе родов? Не индивидуальная. Вообще акушерки зависит очень много. Врач, акушер-гинеколог, несет полную ответственность за то, что происходит с женщиной. Он несет ответственность за состояние здоровья женщин, за состояние здоровья ребенка. Он все контролирует и обеспечивает безопасность. Он все держит на контроле. Акушерка – это такой же важный, ну, помимо самой женщины и врача, такой же важный персонаж на родах, поскольку акушерка выполняет манипуляции, которые нам необходимы. Она, принимая женщину, она ставит катетер, она берет анализы, она принимает ребенка непосредственно, она осуществляет все наблюдение в течение двух часов после родов, ну, помимо врачебного. Она задействована достаточно активно, поэтому акушерка – это очень важная составляющая. И даже является доллой в некоторых случаях. И пожалеть может, да-да-да. Мы все немного тоулы уже, все немного психологи. Да. Так, мы закончили. Там остались те вопросы, которые мы уже осветили. Это, собственно, можно ли с эпидуральной анестезией или не можно. Это мы уже ответили на этот вопрос, да. Поэтому мы готовы обратиться к тем вопросам, которые приходят нам в ходе нашего прямого эфира. Я отмотала к самому началу. И знаете, какой первый вопрос? Нет. Добрый день. Мне сказали, Яна Владимировна в отпуске. Пока нет. Нет. Только одна неделя. Так, поздравляем всех наших неонатологов. Сегодня день неонатолога. Здоровья всем, удачи и здоровья. Обязательно передадим. Спасибо большое. Так, вопрос. Почему кесаревое сочинение в анамнезе является противопоказанием к вертикальным родам, даже в случае, если разрешены естественные роды? Нет, совершенно не является противопоказанием. Совершенно не является противопоказанием. Вообще сейчас введение родов с рубцом на матке – это такая обычная история, да. и не является каким-то эксклюзивом. Если раньше, несколько, там, десятков лет назад всегда говорилось, что кесаревое сечение, в следующий раз это тоже только кесаревое сечение и так далее. И вообще не больше трех кесаревых сечений в жизни. Такой был, да, у меня подружка так говорит. Мне сказали только трое детей, потому что у меня кесаревое. Нет, сейчас все по-другому. Все по-другому. И самое главное – то, что изменилась и запросы наших пациентов, и изменилась наша ментальность. Мы же разумные люди. Мы понимаем, что женщины, если женщины в первых родах сделали кесаревое сечение, и она хочет родить в следующий раз самой, значит, женщину нужно поддержать. Да, поддержать, понаблюдать, поддержать и так далее. Кесаревое сечение предыдущее не является противопоказанием к вертикальным родам в последующем. Абсолютно нет. Единственное, при введении родов с рубцом на матке, конечно, мы более тщательно осуществляем кардиомониторный контроль. То есть мы КТГ ставим и наблюдаем чуть дольше за малышом, чем если бы у нас, да, не было предыдущего рубца на матке, предыдущего кесаревого сечения. Поэтому очень хорошо, мы очень приветствуем, когда женщина, рожаясь с рубцом на матке, активно в родах. И в первом периоде родов, и особенно во втором периоде родов. И здесь то же самое. Малыш мягче опускается. Также область малого таза также находится в подвешенном состоянии. Малыш испытывает меньшее сопротивление окружающих тканей. Конечно, единственная оговорка, иногда, иногда нам при введении родов с рубцом на матке, конечно, иногда нам приходится делать эпизиотомию. Для того, чтобы избежать массивное давление тканей промежности на головку малыша, чтобы при этом никаким образом не травмировать, да, теоретически не травмировать нижний маточный сегмент, где находится рубец. Это да. Но, тем не менее, если у женщины эластичные ткани промежности, если малыш сам по себе небольшой, небольшой по весу, если мы понимаем, что все идет хорошо, и роды идут без каких-либо затруднений, то есть не формируется слабость родовой деятельности и так далее, и мы подразумеваем о том, что рубец на матке абсолютно состоятельный, женщина прекрасно может родить вертикально. Прекрасно. Большое спасибо. Переходим к следующему вопросу. Кесаро-исечение плановое прикладывают ли к груди? Ну, при экстренном кесаревом сечении, почему мы не прикладываем? Мы прикладываем всегда малыша к груди. Но, вот смотрите, плановое кесарево сечение, если уже мы проводим плановое кесарево сечение, значит, мы его делаем по каким-то абсолютным показаниям со стороны мамы, скорее всего. Да? Если это идет речь о плановом кесаревом сечении, значит, заведомо мы понимаем, что малыш себя чувствует хорошо, что его состояние не потребует каких-то экстренных действий наших неонатологов и реаниматологов. Соответственно, рождаясь, если мы понимаем, да, при рождении малыша, ну, при излечении, мы говорим сейчас медицинскими терминами, при излечении малыша мы понимаем, что он чувствует себя прекрасно, малыш должен быть сразу приложен на грудь матери. Он не может сразу взять и начать сосать, потому что период адаптации имеет место быть. Но после рождения малыш, после рождения малыша, он должен оказаться у мамы. И это неважно, операционное это или это обычный родзал, поскольку достаточно это важно. Более того, скажу, что позавчера у меня были роды, если, ну, я же могу рассказать. Да, но без именов, без фамилии. Без именов, без фамилии. Позавчера у меня были роды, это были роды с рубцом на матке, мы рожали там в течение суток, в конечном итоге мы не родили, и нам пришлось закончить роды путём операции кесарево-сечения. И в операционной присутствовал папа, который видел, как плавно и медленно рождался ребёнок. Мы не пересекали пуповину, мы дождались полного отхождения плаценты, да, и случились такие лотосовые роды. И после того, как, да, ребёнок... Лотосово-кесарево, да? Да, почему бы нет. И после того, как мы передали малыша акушерке, акушерка затем малыша передала маме. И очень большая была помощь папы, который, обнажившись, прижал потом ребёнка к себе и держал его на руках. И мы их ни на минуту не разлучали, и даже не отправляли малыша в детское отделение. Но ещё раз я говорю, это те ситуации, когда мы делаем кесарево-сечение по показаниям со стороны мамы, когда мы убеждены в том, что ребёнок себя чувствует хорошо. Если речь идёт об экстренном кесарево-сечении, которое возникает по показаниям со стороны стресса ребёнка, тогда это чуть другая ситуация, поскольку мы же не делаем кесарево-сечение, потому что нам хочется или хочется женщине. Мы делаем его по каким-то суперсерьёзной стороне, со стороны малыша. И если мы понимаем, что малыш испытал стресс, то для того, чтобы избежать каких-то симптомов, гипоксии, ничего не пропустить, то, конечно, малыша сначала должен осмотреть неонатолог, реаниматолог. У малыша берут газы крови. И только потом, когда все убедились в том, что всё благополучно, малыш может оказаться на груди у мамы. Следующий вопрос. Белые выделения врач выписала флуканозол. Ну, не будем, наверное, говорить в рамках этого эфира о благоличных выделениях во время беременности. Почему? Потому что врач, который вас наблюдает, ему виднее. Он знает ваш состав по благоличной микрофлору, он видел ваши результаты мазков посева, поэтому если он что-то назначает, значит тому быть. Вообще во время беременности секретарная функция влагалища, она всегда работает чуть больше, выделений всегда чуть больше. Но ещё раз я говорю, это всё индивидуально, в рамках эфира, я думаю, что мы не совсем это правильно обсуждаем. Нужно ли пить контрацептивы при кисте? Тоже очень индивидуально, поскольку любые образования яичников на первом этапе являются противопоказанием. Сначала нужно разобраться, какая это киста. Если это функциональная киста, то она обычно проходит в течение 2-3 месяцев, и потом уже назначение контрацептивов с лечебной целью сугубо индивидуально. Если эта киста нефункциональная, то это показания для того, чтобы обратиться за помощью к оперирующему гинекологу и провести её оперативное удаление, а потом уже назначить препараты с учётом гистологии этого образования. Следующий вопрос. Нужно ли лечить кисту жёлтого тела? Это относится к гинекологии, это функциональное образование, и никак её лечить не нужно. Все функциональные образования, к которым относятся, в частности, и киста жёлтого тела, они в течение 2-3 циклов проходят. Следующий комментарий. Он пришёл в тот момент, когда мы рассказывали о том, что мы с пациентами обсуждаем возможность вертикальных родов ещё на этапе составления плана рода, скажем так. И вот пишет нам подписчица, так врачи-то рекомендуют всё-таки. То есть не сама женщина должна захотеть, врачи-то рекомендуют всё-таки. Мало ли кто как хочет. Самое главное – безопасность. Ну, подождите, безопасность – это… А не прям желание. Медицинская безопасность – это уже наша составляющая. Мы просто всё объясняем. Но мы же чётко понимаем, современные врачи чётко понимают, если женщина в родах спокойна, довольна, если женщина что-то хочет в родах, и это не противоречит каким-то медицинским установкам, то так должно быть. И роды тогда заканчиваются намного проще, спокойнее и благополучнее. При симфизите возможны вертикальные роды? Симфизит, ну, здесь зависит от степени, от выраженности болевого синдрома. Первое. Второе – зависит от размеров малыша. Да. При истинном симфизите, тогда, когда ещё есть расхождение лунного сочленения, вообще роды противопоказаны бывают. Но здесь всё обсуждается. А так всё возможно. Следующий тоже не вопрос, а комментарий. Только в обычных роддомах, наверное, и не спрашивают. Почему-то у меня такой стереотип. Нет, спрашивают. Сейчас многие роддома дружелюбны к их посетителям и рожающим женщинам. И уж совершенно точно роддома группы компаний «Мать и Дитя». Наверное. Спрашивают, да. Это точно. Беременная женщина не всегда адекватна. Кто-то хочет дома в ванной без врачей. Ну, да, бывают такие запросы у женщины, но тем не менее, когда наши врачи обсуждают с пациентками планы народа, как-то, да, обычно какие-то нормальные, понятные человеческие запросы. Так, про выделение всё нас пытает подписчица, которой мы уже ответили. На спине, если мама, ребёнку неудобно выходить. Это тоже комментарий. Расскажите, пожалуйста, про причины ДЦП. Правда ли, что это из-за неправильных родов? Причин ДЦП бывает множество. Вот я как врач, акушер-гинеколог могу вам сказать, что ДЦП – это, ну, серьёзное, да, нарушение деятельности центральной нервной системы. Диагноз ДЦП ставится году ребёнка, и причинами могут быть достаточно большое количество. И причём родовая травма или тяжёлая интернатальная гипоксия с последующей асфиксией ребёнка при рождении – да, конечно, это основная причина. Но есть ещё причины другого характера. Это внутриутробное инфицирование, которое совершенно не связано с процессом родов и их методом принятия, да, и течения. Это могут быть и генетические проблемы. Вы знаете, к сожалению, в моей практике есть такие случаи, когда через несколько лет ко мне приходили единичные, слава богу, пациенты, у которых были идеальные первые роды, но у их детишек к концу первого года жизни ставили разной степени выраженности диагноз ДЦП. И эти пациенты были максимально обследованы, и, к сожалению, есть ещё генетический фактор ДЦП, к сожалению. Но, к счастью, это случаи единичные. Добрый день. Как при вертикальных родах врач-акушерка контролирует разрывы и так далее? Разрывов абсолютно никак. Значит, акушерское пособие, то есть защита промежности, которую обычно осуществляют при горизонтальном расположении женщины в родах, при вертикальных родах не осуществляет. И никак, если какие-то разрывы бывают, потом это всё спокойно зашиваем уже при отделении плаценты, но уже тогда при горизонтальном расположении женщины. Но нужно понимать, что ребёнок при вертикальном положении женщины в потугах, он оказывает меньшее давление на промежность. Поэтому нет необходимости осуществлять какое-то акушерское пособие. Можно ли в 41 год естественные роды? Первые роды были плановые кесарево сечения. То есть в 41 год? Первые роды были в 40. В 40 лет рубец на матке. Я думаю, что у вас есть все шансы родить самой. Если была эпидиотомия, нужно ли готовиться к последующей беременности? Через сколько можно беременеть? Почему-то врач сказал, не раньше двух лет. Ну, если эта эпидиотомия штатная, выполненная по показаниям, и не было вторичного заживления краев раны, не было нагноения, не было септического какого-то состояния, или не было влагалищного прямокишечного свища, то беременность можно планировать через 6 месяцев после родов. Но никак не через 2 года. Даже после кесарево сечения мы рекомендуем пациентам планировать беременность где-то через 8-9, ну, может быть, 12 месяцев. Следующий вопрос. Мне 45, 33 недели. Чисто ягодичное предвлежание. Это 100% кесарево сечения? Я обычно пациентам говорю правду. Поэтому, во-первых, 33 недели – это еще такой срок, когда ребенок может занять и другое положение. Да, поскольку голова тяжелее, чем попа, и если нормальное количество околоплодных вод, то малыш может еще занять правильное положение. Но поскольку я сказала, что я обычно говорю правду, ну, необычно, я всегда стараюсь говорить правду и быть искренне, особенно с пациентами, то могу сказать следующее. Если вам предстоит первый род в 45 лет, значит, у вас уже был какой-то путь к этой беременности. Может быть, у вас были какие-то попытки ЭКО. Тазовое предвлежание – это не физиологическое кушерство, это патологическое. Поэтому первые роды в 45 лет при тазовом расположении малыша 99,9% вам предложат кесарево сечение. Но это не значит, что кесарево сечение – это плохо. Кесарево сечение – это как верхний метод родов, как верхний путь рождения вашего ребенка. Договоритесь с доктором так, чтобы это было максимально доброжелательно, чтобы, может быть, стоит дождаться начала родовой деятельности и приехать уже со схватками в роддом на кесарево сечение. Договоритесь о том, чтобы в операционной кто-то присутствовал из тех людей, которые вам близки. Там муж, может быть, подруга, может быть, даже мама. Ну, мама вряд ли. Ну, у всех все по-разному. Договоритесь так, чтобы при рождении ребенка, да, может быть, убрали ширму и сразу же малыша приложили к груди, чтобы дождались хотя бы 1-2 минут пульсации пуповины. Обсудите это все. В вашей ситуации бояться кесарево сечения не нужно. Но если вам 45 лет, и вам предстоят восьмые роды, и сейчас малыш находится в тазовом предлежании, то вы прекрасно родите сами. Прекрасно. Какие интересные ответы, да? Можно ли уточнить, если открытие было 7 см, стоило ли делать эпидуралку? Все очень индивидуально. Очень индивидуально. Иногда, иногда женщинам нужно 1-2 часа перед вторым периодом родов расслабиться и просто настолько расслабиться, чтобы потом уже при рождении малыша собраться силами и помогать его рождению. Все очень по-разному. После 7-8 см наступает такая плата, когда родовая деятельность несколько притормаживается, притормаживается, а потом, да, с новой силы начинаются опять схватки, и малыш уже тогда рождается. Это нужно. Это физиология маточных сокращений, да, как бы это такие знания, которые даже наши пациенты имеют. Поэтому 7 см – это не значит, что вам осталось в родах еще 1 или 2 часа. Нет. Иногда и полное открытие бывает достаточно долго. Мы уже давно отошли от постсоветских установок, что первый период родов – это 1 час, а второй период родов для повторно родящих – это 30 минут. Нет. Это совершенно не так. И если есть соразмерность малыша и соразмерность таза мамы, то второй период родов иногда достаточно долгий. Поэтому 7 см – это еще не означало, что у вас бы случились роды через час. Если вы устали, если вы уже исчерпали все свои возможности такого отвлекающего, релаксирующего поведения, если вам уже ничего не помогает, то, может быть, в этой ситуации эпидуральная анестезия для вас была бы выходом из ситуации и способом, чтобы расслабиться и спокойно уже родить малыша. Поэтому здесь такого не может быть. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. При преэклампсии возможны вертикальные роды? Преэклампсия бывает разной степени. Преэклампсия бывает такая, когда у женщины есть только айтюрки, следы белка, и при этом не повышается давление. А преэклампсия бывает еще такая, когда женщина к нам поступает в приемное отделение с высоким давлением, с головной болью. И тогда уже речи не идет не то чтобы о вертикальных родах, иногда речи не идет даже о самопроизвольных родах, потому что у женщины могут быть осложнения, и женщина в этой ситуации оперирует. Если это умеренная преэклампсия, то есть нечто среднее между легкой и тяжелой формой, и когда акушер-гинеколог разрешает женщине рожать естественным путем, то я вам честно скажу, в этих родах мы чаще всего предлагаем эпидуральную анестезию с лечебной целью. Для того, чтобы управлять давлением, для того, чтобы давление не повышалось, поскольку основным симптомом, классическим симптомом преэклампсии является высокое давление. А высокое давление ни во время беременности, ни особенно в родах, оно совсем не нужно. Поэтому, да, наверное, можно при легких вариантах преэклампсии, при единичных симптомах. Да, вот мы иногда говорим, диагноз притянут за уши. Вот, наверное, при таких ситуациях да. Но если это преэклампсия умеренная и выражаете, то, скорее всего, вам предложат эпидуральную анестезию, да, с лечебной целью. Если это преэклампсия действительно тяжелая, то самопроизвольные роды иногда оказываются даже в противопоказаниях. Тем временем 40 минут нашего эфира пролетело незаметно. В тот момент, когда мы акцентировали наше внимание по поводу того, что сегодняшний эфир касается только физиологических родов, да, где ничего не мешает женщине провести их вертикально, пришел комментарий о том, что хотелось бы послушать эфир про роды с тазовым предлежанием. Мы, в общем, принимаем ваше пожелание и один из следующих эфиров посвятим этой теме. Плод больше 4 килограммов является ли противопоказанием при вертикальных родах? Нет, не является. Наоборот, даже малышу будет легче и вам легче будет, если в родах будет задействовано такое вот понятие, как действие силы и тяжести малыша. Поэтому нет, наоборот, даже будет легче. Какая красивая такая врач. Глаза очень красивые. Похожа на главную героиню сериала The Crown. Спасибо, это, наверное, пишет моя пациентка, нет? Ксения. Не знаю, ладно. Спасибо. Очень приятно. Так, а какова вероятность родить здорового малыша после двух замерзших? Высокая вероятность. Просто нужно разобраться с причиной привычного невынашивания, выявить эту причину и устранить. Да, и на ранних, вот, очень важным сроком для понимания того, что все нормально с беременностью, это первое триместр. Многие проблемы идут из первого триместра. Поэтому, если в анамнезе у вас были замерзшие беременности до 12 недели, значит, для вас 12 недель, да, то есть весь первый триместр является критическим. Поэтому важно установить причину, важно назначить соответствующие препараты в первом триместре. И тогда, после 12 недель, ваша беременность уже будет протекать, не отличаясь от тех беременностей, у женщин, у которых не было подобных проблем. Поэтому, совершенно никак. Про противоказания для вертикальных родов ответили. Следующий вопрос. Можно ли выбрать акушерку у вас или за каждым врачом закреплена акушерка? Нет, за каждым врачом не закреплена акушерка. У нас акушерки работают по своему графику. Три-четыре акушерки в каждой смене. Понятное дело, что если у нас есть возможность, то каждый врач выбирает себе ту акушерку, с которой у них больше эмпатия. Но пациентка может взять и индивидуальную акушерку. Некоторые наши акушерки также заключают договора на индивидуальное сопровождение родов. И это тоже очень хорошо. Поскольку это не та акушерка, которая будет работать в смене, которая будет вынуждена, ну не вынуждена, а по своей работе она приходит к вам. Но это та акушерка, которая даже после окончания смены никуда не уйдет, и она останется на работе. И пока она вас не переведет в благополучном состоянии послеродовое отделение, пока она не убедится в том, что малыша налажено грудное вскармливание, малыш хорошо взял грудь, и все благополучно, она никуда не уйдет и не покинет вас. Поэтому индивидуальная акушерка – это всегда хорошо. Всегда хорошо. Но даже если у вас нет индивидуальной акушерки, наши акушерки, работающие в смене, вас тоже поддержат. И они тоже обладают и всеми навыками поддержки женщины при ее активном поведении, при ее выборе позы в родах, при ее желании родить воду и так далее. Следующие два комментария я, честно говоря, не очень понимаю. Может быть, вы поможете как-то разобраться, прокомментировать. Пишет пациентка, ну не согласна, даже не могу сообразить, на какой этап нашего разговора, не согласна. Почти все ваши врачи отказались меня брать после кейсового сечения, ссылаясь именно на возможные риски. Не изучив меня, дистанционно отказали все, кроме того, с кем я заключила контракт. Я имею в виду, не стали брать меня на ЕР после кейс. Я еще не родила, все врачи, к кому я обратилась, отказались, ссылаясь именно на «не хочу связываться». Ну вот, смотрите, я могу в прямом эфире ответить только за себя. Я не могу ответить за других, даже своих коллег, да, за других врачей я уж точно ответить не могу. Поэтому, ну, я рада, что вы нашли своего врача. И вообще общаться с врачами и ходить, может быть, выбирать врача, это тоже очень важно, поскольку у врача может быть куча регалий, куча отзывов различных в интернете. Но если у вас не будет между врачом и вами какой-то эмпатии, не будет такого доверия, доверительных отношений, то, конечно, тогда успехов будет намного меньше. Поэтому выбирайте врача не только по медицинским каким-то критериям, но выбирайте еще своего врача, чтобы этот врач вам где-то отозвался к душе и лег на сердце. Отлично, спасибо большое. Как можно решить, как рожать, вертикально или горизонтально, если рожаешь в первый раз? Очень просто. Прислушайтесь к своему телу. Природа мудрее. А там уже посмотрим. Следующий вопрос. Планирую рожать третий раз у вас. Может, уже легче не стоит делать эпидуралку. Последний раз родила за два часа. Это та же подписчица, которая спрашивала про эпидуралку на 7 сантиметрах. Ситуации бывают разные. Третьи роды имеют свои определенные секретики. Если третий роды проходят как вторые, то, конечно же, можно попробовать родить. И нужно в некоторых ситуациях рожать без эпидуральной анестезии. Но если третий роды начинаются с преждевременного излития вод, например, и мы очень-очень долго-долго ждем, и такие случаи бывали у многих моих коллег, и в том числе и у меня, и эти роды долго-долго затягиваются, и в родах возникает дискоординация родовой деятельности, то тогда эпидуральная анестезия нужна будет по медицинским показаниям. Поэтому третьи роды, они иногда имеют свои такие мини-секретики. Но, как правило, они идут как повторные роды. То есть как подарок. Знаете, подарок акушеру – это повторные роды. Вторые. Вторые? Да, подарок. Вопрос от Надежды. Если идет процесс естественных родов, вертикальные роды, эпидуральную анестезию можно поставить в любой момент? Еще раз. Если идет процесс естественных родов, вертикальные роды, эпидуральную анестезию можно поставить в любой момент? Подождите. Эпидуральную анестезию мы ставим до полного открытия. Мы проводим, рекомендуем до полного открытия. Конечно, иногда бывают случаи, когда и при полном открытии мы делаем эпидуральную анестезию для того, чтобы расслабить женщину, расслабить ткани. И иногда это бывает единственным выходом – родить самопроизвольное. Делаем мы такое, иногда делаем, но это крайне единичный случай. Поэтому, наверное, ответ – да. А мне кажется, что вопрос был такой. Пациентка планировала рожать вертикально, но понимает, что ей нужна эпидуральная анестезия. Её поставят или нет? Да, поставят, но роды перестанут быть вертикальными. Правильно я понимаю? Естественно, это раз. Но если она уже находится в потужном периоде, то нет уже. Речи об эпидуральной анестезии в потужном периоде уже не идёт точно. Так, после кесаревого сечения через какое время приносят покормить ребёночка? Ещё раз говорю, если кесаревое сечение выполнялось по показаниям со стороны мамы, и ребёнок себя чувствует хорошо, и мама хочет, чтобы малыш остался с ней, то их можно не разлучать. Вот как, да, рожая несколько дней, позавчера рожая, да, пациентку, ребёнок не разлучался с мамой даже после кесаревого сечения. И палата наблюдения после кесаревого сечения, это палата, называется интенсивная терапия реанимации, но мы говорим, палата наблюдения после кесаревого сечения, она не на одного человека, она на нескольких, но она зонирована, она разделена шторами. И можно индивидуально, вот в каждом отсеке, да, находиться вместе с ребёнком. Но иногда возникают такие ситуации, когда мы кесаревое сечение делаем со стороны, по каким-то показаниям со стороны малыша. И тогда малышу требуется, может быть, требуется более тщательное наблюдение в условиях детского отделения, а может быть, даже в условиях детской реанимации. И тогда, тогда первые два часа малыши греются в детском отделении, поскольку их там переодевают, надевают шапочку, поскольку очень часто у новорождённых именно, да, снижается температура головы и мёрзнет голова, поэтому шапочку обязательно они надевают. Ну, через два часа, как минимум, если всё хорошо, вам могут принести ребёнка. Плюс вы должны понимать, что после кесаревого сечения иногда женщины бывают в таком состоянии, что им хочется вот час поспать, а этот час поспать или полностью быть расслабленной и так далее, вот этот час, не все женщины могут при этом держать малыша, да, хотя медперсонал помогает и так далее. То есть, если всё хорошо, то вы можете не разлучаться со своим малышом, и мы это очень приветствуем. Особенно, если есть на родах муж, который помогает, который может малыша отнести и принести и так далее. Особенно, если есть у нас там или дола, или акушерка, которые также эту помощь оказывают. Следующий вопрос. Вы практикуете роды в воду? Конечно. Мы учились в Бельгии, помните, два года назад. И очень любим эти роды. Но здесь должна быть точно абсолютно, должна быть акушерка, которая принимает такие роды, да, поскольку там тоже могут быть свои особенности. И после рождения в воду, да, там есть определенные особенности в ведении третьего периода родов. И в любом случае после этих родов нужно выбираться на сушу, поскольку после третьего периода родов у нас еще будет осмотр родовых путей, шейки, матки. Поэтому вот так. 10 минут у нас еще осталось, а вопросов еще много. Так, как понять, какое положение я захочу принять в родах первой беременности? Ну вот на что-то похожее мы отвечали чуть выше, да? Нет, никак. Это будет зависеть от вас. И будет зависеть от желания и возможности поддержки вашего желания в родах уже медперсонала. То есть там врачей. Ну вообще от политики роддома еще. Кроме вашего желания еще также здесь будет играть роль политика роддома. Следующий вопрос. В 2018 году был сломан копчик смещения и изогнут вовнутрь. Можно ли родить самой или все-таки кесар? Здесь нужно сделать МРТ и посмотреть степень деформации копчика. И сделать МРТ нужно непосредственно, максимально близко к родам, чтобы еще и оценить соразмерность головки малыша и сформировавшимся размером таза мамы. Следующий комментарий такой. Как же приятно слушать доктора. Если бы она стала моим доктором в родах, мне было бы очень спокойно. Так, следующий вопрос. Плюс партнерских, то есть плюс партнерских родов еще и в том, что при кесаревом сечении ребенка могут приложить папе на грудь, а не отправить в блок. Правильно я поняла? Естественно, конечно. Конечно. И вообще это правильно. Из операционной, да, после окончания операции, из операционной выходить, ну, женщину, да, выкатывать на каталке, в команде там, анестезиолога-анестезистки, врача-акушерогинеколога, а также в сопровождении папы с ребенком. Это даже, наверное, более правильно. И понимаете еще, дорогие слушатели, что помимо каких-то наших медицинских дел, медицинских правильных рекомендаций, манипуляций и так далее, существует еще такое понятие, как удовлетворенность женщины родами. И я знаю немало случаев, когда даже, когда ты все объясняешь и все делаешь сугубо по показаниям, все равно у женщины где-то внутри сидит такой червячок сомнению, что вот я не родила, например, да, после кесаревого сечения, я не родила сама, и начинается вот какое-то такое самоедствие и так далее. Но когда женщина после кесаревого сечения не разлучается с ребенком ни на минуту, то удовольствие, удовлетворенность от родов потом сохраняется на очень долгое время и не позволяет вот таким чужеродным мыслям, да, как-то вот в голову попасть. Следующий вопрос не по теме нашего разговора, но к вам как акушерогинекологу. Я могу тут ошибиться, прочесть. Палочка энтероококус паекалис. Мы не будем отвечать на эти вопросы, забивать такой чудесный эфир ростом микрофлоры, степенью обсемененности влагалища и значения препаратов. Срок 39 недели, уже ничего не успеваю вылечить, какие риски, что делать, почему не вылечить антибиотики? Если это не стрептококк, то вам ничего не страшно. Если это не стрептококк. Вот носительство стрептококка группы B, это стрептококкуса галактика, это является патологическим и является действительно опасным для малыша и в меньшей степени для вас. Даже для доношенного ребенка носительство стрептококка является крайне опасным. Но то, что вы перечислили, нет, я думаю, что это совершенно не является никаким другим фактором. Следующий вопрос. При плановом кесаревом сечении на какой день делает операцию и за сколько надо ложиться? Здесь по-разному может быть. Если это полное, центральное предлежание плаценты, например, или в сочетании с рубцом на матке, то кесаревое сечение проводится на сроке 38-39 недель. Если кесаревое сечение показано по другим каким-либо состояниям женщины, ну, например, тазовое предлежание или еще что-то, то здесь дату родов вы можете выбрать со своим врачом, но эта дата родов должна быть максимально приближенной к вашему ПДР. А иногда, может быть, даже лучше дождаться начала родовой деятельности. Почему? Объясню. Поскольку зрелый ребенок, ребенок может быть доношенным, но он также должен быть еще и зрелым, морфо-функционально зрелым. Зрелый ребенок в доношенном сроке сам инициирует родовую деятельность. Поэтому, если нет предлежания плаценты, если нет каких-то сопутствующих тяжелых соматических состояний у женщины, то, наверное, преимущественно будет именно ждать начало родовой деятельности. Или планировать кесаревое сечение максимально приближенно к ПДР, чтобы малыш был, ну, наверняка был зрелым. Доношенным ребенок может быть и в 37 недель, но рожденный ребенок в 37 недель может иметь признаки мофо-функциональной незрелости, которая будет проявляться там, в нарушении терморегуляции, могут быть проблемы с дыханием и так далее. Поэтому, если речь идет о планах кесаревого сечения, то это максимально приближенно к сроку родов. Максимально. Если мы говорим о понятной дате планового кесаревого сечения, то госпитализация у нас происходит накануне, после 18 часов. Можно накануне, а можно приехать с утра. Даже в день операции. Но здесь тоже будет зависеть от состояния нервной системы будущей мамы. Поскольку кому-то спокойнее приехать вечером после работы, мужа, собрав все вещи после семейного ужина, приехать часов в 7-8 и уже остаться здесь. Да, а кому-то удобнее испытывать такой экстрим и по московскому трафику добираться до роддома с утра. Это как кому удобно. Следующий вопрос. Взвесь в водах 35 недель. Нужно ли дополнительное обследование? Никакой дополнительной обследование не нужно, но этот вопрос не рамки прямого эфира абсолютно. Большое спасибо за ответы. Следующий вопрос. Можно ли родить дома? Мы возражаем. Давайте я скажу. Я не могу ничего ответить, потому что, ну как бы, мне кажется, это история домашних родов, домашних, истинно домашних родов. Мне кажется, эта история уже в прошлом. Мне почему-то так кажется. Ну, наверное, наверное, сейчас, ну не надо спекулировать тем, что сейчас в роддомах плохие условия. Даже в государственных роддомах создаются все условия, чтобы женщина рожала вот в такой спокойной атмосфере. Поэтому спекулировать тем, что в роддоме страшно, ужасно кто-то нахамить, наверное, этим спекулировать не нужно. Но, не хочу никого обидеть, но, мне кажется, осознанный выбор женщины рожать дома – это невежество. Это безответственное отношение к ребенку. Это безответственное отношение, прежде всего, к самой себе, помимо ребенка. Поскольку роды, конечно, это физиология абсолютная, это абсолютная норма. Но только мы, акушеры, понимаем и знаем, что может быть. И послеродовые кровотечения никто не отменял, когда за две минуты может выделиться около литра крови. Поэтому, ну, я не знаю, мне кажется, вопрос чуть-чуть уже не такой актуальный для современности. Поэтому мы не будем спекулировать ничем, ничего обсуждать. Осознанный выбор каждой женщины, где и что рожать. Но, в моем понимании, можно родить как дома, но в условиях род дома. И у нас для этого есть все условия. Перейдем к следующему вопросу, он касается вертикальных родов. Можно ли вводить Деринатал гель при вертикальных родах? Почему нет? Конечно, можно. Конечно, можно. Можно ли делать кесаревое сечение, если нет противопоказаний? Наверное, если нет показаний к кесаревому, можно ли сделать кесаревое? Но следующие желания на проведение кесаревого сечения у абсолютно здоровой женщины я, конечно, не поддерживаю. Потому что, конечно, кесаревое сечение – это оперативное вмешательство со всем возможным теоретическим набором осложнений. Поэтому кесаревое сечение должно выполняться сугубо по показаниям. В определенный момент жизни, рожая следующего ребенка, женщине, у которой первый раз было кесаревое сечение по настойчивому желанию, появится свой какой-то жизненный опыт и захочется по-другому рожать. Это же не секрет, что, к сожалению, не все женщины с предыдущим кесаревым сечением с рубцом на матке потом удается рожать, удается родить саму ребенка. Поэтому не совсем поддерживаю таких женщин, но пару раз такие ситуации у нас возникали. Но здесь еще, знаете, таким моментом, который все-таки меня еще уверил в том, что это нужно было делать, это тогда, когда эти женщины настойчиво желали для себя кесаревое сечение, поскольку в их семье, перед их глазами, или они росли в семье, где кто-то из их родственников имел такие тяжелые формы ДЦП. Вот тогда, конечно, настойчивое желание в этой ситуации можно понять и, наверное, принять. И если не получается как-то переубедить женщину, то, может быть, даже сделать кесаревое сечение. У нас здесь, на самом деле, еще очень много вопросов осталось, буквально 2 минуты до конца эфира. На один вопрос еще успеем. Второй ребенок ДЦП. Хочу третьего. Какие анализы надо пройти? Ну, вопрос достаточно сложный. Вам просто нужно прийти на прием к акушерогинекологу, принести выписку о состоянии здоровья малыша, наверное, о том, как протекали ваши роды, то есть взять выписку из роддома и разобраться с генезом, да, ДЦП, с генезом. То есть по каким причинам, что было не так, почему у малыша есть сейчас такие нарушения. Для того, чтобы определиться с тем объемом обследований, которые нужны именно вам. Большое спасибо. Пошла последняя минута эфира. Я тут вот просто просматриваю комментарии до конца. Чудесный врач хочу к вам рожать, чудесный доктор, умиротворяющий голос Яны Владимировны. Очень много вот таких комментариев. Есть еще комментарии, когда нас спрашивают, как к нам приехать из другого региона. Ну, собственно, взять и приехать, записаться по телефону единого контактного центра 8 800 700 701, приехать, записаться на прием к акушеру-гинекологу. Для нас не важны ни прописка, ни гражданство. Просто приезжайте со своими документами медицинскими, какие есть у вас на прием, обращайтесь и совершенно спокойно можете рожать. И, да, также есть здесь вопрос, как к вам, чтобы заключить контракт на роды. Для контракта на роды также нужен визит к акушеру-гинекологу, с которым вы планируете рожать, и ультразвук, сделанный в нашем госпитале, либо в клиниках группы компании «Мать и Дитя». К сожалению, время нашего эфира закончилось. Час пролетел очень быстро. Очень много вопросов осталось неотвеченными, поэтому я бы хотела предложить нашим подписчикам и вам, Яну Владимировну, поступить следующим образом. Я сейчас этот эфир буду сохранять. Он останется в нашей ленте, как видеоэфир. Если есть какие-то вопросы, на которые вы, уважаемые подписчики, не получили свои ответы, то, пожалуйста, напишите их под тем эфиром, а мы попросим Яну Владимировну зайти и ответить. Спасибо большое. Спасибо большое всем, кто был с нами. Нас постоянно смотрело, между прочим, порядка 150 человек. И спасибо большое вам, Яну Владимировну, за то, что нашли время. Вас ждет приемное отделение, да, работы. Мы на этом заканчиваем. Спасибо, всего доброго.